Солина ждет, где-то она идет. Я позвонила, она говорит, я тебя вижу. Где-то идет уже. Идет и поедем с ней. В Аховз. Надеюсь, она взяла помощь. В идее должна была, она знала, что я еду. Время уже три. Сейчас пока туда доедем. Сколько мы там пробудем? Ты же узнаешь, что там закрыто. Всем привет, Скорость. Бумажки взяла, наверное? Пойдем на сборке. Да? Угу. Что делать? Нормально. Не отчислили еще? Посмотрели девушки в сервис сервисного центра по документам. Да, но сказали, он уже с центрального склада выехал. Жили нам два варианта назад. Мы пойдем туда. Либо, короче, она говорит, идите выбирайте то, что есть в наличии и мои деньги перенесем на новый заказ. Либо уже возврат средств. Сейчас мы посмотрим то, что есть вот. Прямо здесь сейчас забрать. Что-то мы вообще заблудились, Алин. Да вон, пошли вон там пройдем. Вот. Сейчас посмотрим, если Алина что-нибудь выберет. Кто выберет? Нет, так. Заберем, вернем деньги и едем на другом месте, посмотрим. Алина депшичка упала. Они тоже, конечно, не особо довольны, но я так поняла, что они не особо удивлены. Алина вон там. Долгожданный прям у вас подарок будет. Я говорю, ну вообще некрасиво, конечно, получается. Знаете, что сказала? Сказала, что комод, который мы выбрали, Скагин. Типа, с ними сейчас очень серьезные проблемы. Я говорю, ну нас никто не предупредил, перед Новым годом мы покупали. Она говорит, ну перед Новым годом не было таких проблем. Просто Новым годом фабрика прислала информацию о том, что они даже на заказ сейчас не делают, либо делают прям очень долго. Я говорю, ну как-то так не делается, наверное. Клиентов своих, наверное, нужно оповещать. Короче, из того, что есть, Алина не выбрала ничего. Либо направляющие, в общем, там роликовые вот эти внизу. Либо на ножках она не хочет. Мы идем делать возврат средств. Сейчас зайдем, тут есть оби. Посмотрим, может быть, там есть что-то подходящее и в наличии. Короче, разочаровались мы. Если честно, конкретно. Деньги. Причем быстро, моментально они поступили обратно мне на карту. Девушка такая говорит, типа, деньги вам придут так же быстро, как и списались. Я такая думаю... Можете поругаться. Я с вами полностью согласна. Я такая думаю, лучше бы так быстро заказы, блин, отправляли. Ну, понятно, от нее это не зависит. Она говорит... Конечно, она предложила нам. Давайте мы вам доставку за наш счет. Давайте вы там подождете. Я говорю, политика у вашей компании какая-то неправильная. Главное, не ответил на звонок. Неустойка с клиентом. Не принял заказ вовремя. Неустойка с клиентом. Много-много-много пунктов, когда они могут сдернуть неустойку с клиента. Я говорю, а вот я могу сейчас с вас взять неустойку за такое долгое ждание? Она говорит, вы, конечно, можете дождаться свой заказ и потом написать, типа, заявление за неустойку. Типа, за долгое ждание за неустойку. Я говорю, нет. Я говорю, потом я это буду еще полгода ждать, пока будет рассматриваться. Я говорю, спасибо. Я говорю, мы лучше пойдем где-нибудь купим в другом месте. А она говорит, точно, типа, нет у вас времени больше ждать? Да. Мы говорим, нет. Нам надо было на машине туда подъехать. Сейчас же найдем чего-нибудь. Вот, решили мы зайти в ОБИ. Здесь тоже возможно есть. Может быть... Пока, Алин. Может быть, тут что-то в наличии есть. Вот. Ну, если нет, то, может быть, какие-нибудь мебельные магазины. Есть где-то еще, да, в СБСе. В СБСе большой... Вообще СБС мебельный, по-моему, считается огромным. Там можно будет посмотреть. Вот так вот. Поэтому, знаете, что не всегда. Причем, знаете, ну, я говорю, почему ваш консультант, перед тем, как нам купить этот комод, не проинформировал о том, что компания перестает вам поставлять, перестает производить мебель. И нас не предупредили. Она такая, я не знаю, мне очень жаль, конечно. Ну, нормально так. Никто не ругался. А то вы сейчас подумаете, что я там скандалить начала. Нет. Вполне себе спокойно все разговаривали. Повезло, что девушки такие тоже адекватные работают. Некоторые же бывают не очень в себе. Здесь стоит вот единственный комод. Ну, во-первых, он что-то за такую цену. У него прям отвратительная фурнитура. И сейчас покажу еще один. Ну, не один, их там несколько. О, деревянные. Ну, да. Ну, не, он даже пустой открывается. Кстати, уже... Короче, все. Больше ничего тут нет. Там мама приехала. Скажи, чтоб музыку выключили. Пойду помогу. Там мама приехала. Что-то надолго. Жди. Сейчас. Подожди. Там пройдет и дно. Там мама приехала. Там ночью, говорит. Рождетая. Рождетая нельзя. Ну, баба раздетая пошла. Господи. Помочь? Мою дочу слышу. Помочь тебе дочь? Нет. Справилась сама. Молодость. Привет. Привет. Как ты думаешь, что я тебя привезла? Ну-ка заходи, заходи, заходи. Заходи. А? Одна. Что? Одна. Что-то вкусно пахнет. Мама, смотри, как я играю. Доченька, подожди, милая, подожди. Что там привезла мама? Что там? Золото купила. Ты будешь открывать? Ну-ка. Ох и назвай. Ха-ха-ха. 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 Я не знаю. Как это называется. Я уже не буду. Ой, Суси мама привезла. Ура! Она такая. Да. Сейчас, послушаю, даже втешу. Это вообще пико. Сейчас. Сейчас расскажу все. Там, где-то, смотрите. Вот нам надо быть только Суси. А зачем я тебя уберу? Если ты успеешь. Ты какая хитрюшка. Да, да. Это я. Ха-ха-ха. Я люблю моё солнышко любимое. А я люблю Госси. А я люблю Госси. Ты такая умница. Ты такая славная. Так, короче. Это я купила... На 23 февраля? Да. Хочу собрать и это. Видишь, они сборная модель 5. Ага. Это мужчина на 23 февраля. Маша не нашла пакетики. Ужала рукав для запекания. Думаю, порежу. Там, где? Сыночка! 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 Это я купила Диме подарок. На свои, честно заработанные, на рекламных деньги. На 23 февраля. Сейчас я покажу. Мама, а что мне зовут? Это папе. Папе подарим. А тебе Сусы? Тебе тоже надо подарок? Да. Да. Ну, ты сама выберешь, ладно, потом? Ну, завтра в магазин съездишь. Думала, думала, что подарить она. О! Перстень золотой! Угу. Офигеть! Ну-ка. Вот так покажу. Не видно. Офигеть! А размер-то знаешь, да? Угу. Я хотела деньги из копилки взять и папе подарки ввести. Копилку надо ломать тогда. Ну, выговори только на земле. Ну, ладно. Ох, деда съест скоро! Деда скоро съест! Девчонки Настя приехала. Сусы-сусы. Да, спасибо, доченька. Сусы-сусы. Ну, все, садитесь, съешьте, пока все свеженькое. Да, спасибо, деда. Пошли, спасибо. Угу. 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 У меня приняли раньше, поэтому я раньше приехала. Я и думаю, что-то... Ну, ну, как раз успею детей искупать. Это, короче, есть... Она посмотрела меня все это. Она... Есть два варианта брекетов. Первые брекеты, которые я носила, самолигирующие, они дороже, а одна челюсть стоит 50 тысяч, это которые я носила, но их ставят, она говорит, вообще как бы ставятся они, когда слишком сильно плохой вот этот прикус, да, у них пассивное лечение идет, то есть они менее, ну, медленнее двигают, то есть не так болезненно, то есть все, ну, в основном она говорит, советуйте ставить в подростковом краске возрасте эти, то есть это, плюс они, ну, короче, эффект, что у тех, у тех одинаково, лечение проходит у тех, у тех одинаково, но есть сама, так, это самолегирующие, а есть легитирующие брекеты, это, короче, брекеты тоже такие же, на них еще резинки одеваются, разноцветные, она говорит, можно, можно прозрачные, черные, какие хочешь, вот, они стоят тоже в два раза дешевле, вот, и она говорит, типа, ну, тебе зачем переплачивать, когда у тебя не сильно, ну, как бы, это вот, когда первое время у тебя было, у тебя у меня уже что было, да, поэтому мне ставили вот такие, я говорю, я вот такие носила, то есть они были закрытые, все, а тут они, ну, по-другому чуть выглядят, тоже металлические, все, вот, и посчитала она мне 25 на челюсть, получается. Тебе только на нижнюю надо, да? Нет, на верхнюю тоже. Вот, 25 на челюсть, короче, в общем, со всем, со всем лечением, что вот она мне посчитала сменой дух каждый месяц, 5 тысяч раз в месяц, вот, 10 раз, я так поняла, что она посчитала, что вот так, плюс все вот эти вот снимки, 3D снимки, короче, в общем, на все снятие постановка, плюс брекеты, плюс снимки, плюс каждый месяц это вот это, 130 тысяч. Охереть, офигеть, почему, это она еще нормально, я считаю. Так это я же говорю, у меня еще эти брекеты за 25 тысяч на челюсть. И когда тебе назначили? Не знаю, надо записываться. А по поводу зубов мудрости, она сказала, что она, ну, она говорит, я так визуально посмотрела, они у тебя в прикусе стоят, они, она говорит, тут как бы сама, если у тебя есть какая-то принципиальная позиция, что не вырвать их. Они стоят все в прикусе, они у меня нормальные, только вот один похожий был, я выдирала, они никого не двигают, никого не толкают, типа, можно не удалять. Можно удалить, можно не удалять, вот так. Ну, короче, она мне хотела сразу на удаление зубов мудрости писать, я сказала, я говорю, я лучше сама, если что. Ну, что-то я вот, больше всего я не очень хочется мне зубов мудрости удалять, потому что это потом заживает тяжело. А, у Алины уже один удалили, да? У нее, потому что не вылезли они, ей разрезали, у нее швы во рту. Поставили ей штифт, штифт он называется, там вот, где нету у нее, все зубы, которые она лечила в Тюхтете, в Ачинске, их все перелечивать, они там все в плохом состоянии, ну и плюс она говорит, что вот это вот мое, она говорит, если ставить, например, самолегирующие, либо элайнеры, я еще про элайнеры спросила, она говорит, элайнеры изготавливаются типа индивидуально, и типа, ну, они намного дороже выходят. Ну, как бы я говорю, мне чисто вот то, что мне не нравится, можно и так жить. Ну, вот, ну просто то, что мне не нравится, это, а, что я говорила? Живи так пока, ничего у тебя там страшного нет, вот у меня зубов нет, вот это да. Забыла я, что хотела сказать. Давай. Дарина тоже собралась, я говорю, дочь, у тебя нормально, у меня там внутри кривые. На самом деле, вот, Дарина, наверное, хочет из-за того, что у нее прикус. Но мне доктор сказала, что вот, когда ставят там в 14, почему советуют ставить в этом возрасте? Когда кость еще растет, и она подвижная, то есть сейчас челюсть ей назад никто не исправит. То есть, ну, она говорит, вот у меня чуть-чуть совсем есть, да, вперед, как бы, хотя зубы задние, нижние назад, ну, за передней, но все равно, но она говорит, это просто анатомически так сложилось, вот и все. Ну, короче, Вась, ну, короче, думай. Что, нормально тут у вас было? Проснулся полвосьмого. Ну, капец. Так он спал, поздно пошел на дневной сон же. Сама виновата, да. Поэтому сдвинулась все, сдвинулась. Настя там Софийку с Тонкой купает, сейчас Матвилька будет купать. Девчонки тут договариваются. Женю с ночевкой. Ну, не хочу, чтобы в школу потом вошли. В пятницу пусть приходят, и чтоб в субботу могли поспать сколько хотите. Пока хорошо. И что вы там на субботу договариваетесь? Пикник. С друзьями пикник они хотят у нас сделать. Хоть бы дождя не было. Ну, я посмотрела, погода вроде бы нет. Ну, прохладно будет. Вроде у нас никаких планов нет. Ну, нет. Надеюсь, да. Надеюсь, да. Вот. Опять ведь придете. Придется. Все, доченьки, сейчас попылесосят немножко. Нам главное попылесосить кухню, прихожую. А завтра уже приберемся. Все, Женечка, давай с тобой попрощаемся. Всем пока-пока. Да, всем пока. А мы? Всем пока-пока. А я помылась. С легким паром, доченька. Всем пока-пока.